Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Я ещё в России. Сегодня прекрасное настроение, с утра вообще прям куча новостей. И я понимаю, что я на правильном пути, у меня всё хорошо получается, слава богу. И сейчас вышла прогуляться. Илья на работе, Лена на работе, все на работе, Влад дома сидит, а я иду в фикс прайс. Я, кстати, купила билеты в Россию, в Турцию. В Турцию лечу уже через пару дней назад, поэтому мне нужно уже подсобраться. И хочу сходить в фикс прайс, да, купить детям каких-нибудь игрушек, что-нибудь такого, что там появилось, не знаю, посмотрю. Закупаюсь, в общем, назад, да. Фикс прайс у нас тут буквально в пяти минутах от дома, ну, 5-10 минут где-то идти. Вчера уже тоже прошлась по магазинам. Завтра пойду пройдусь по магазинам. Дети, с детьми сегодня разговаривала, они мне уже, мама, я говорю, когда прилетишь, я говорю, да вот уже всё. Они, ура, такие радостные. И наконец, Настя там кричит, мама, давай, всё. Самолёт у меня днём будет, вообще вылет отличный. Килограммы докуплю, сколько мне надо будет, вообще спокойно полечу. И всё, слава богу, почти всё доделала. Тут, конечно, ещё есть небольшие штрихи, но всё самое главное, уладила тут. И думаю, всё нормально будет. Не зря слетала, это прям очень мне нужно было по-любому слетать. Вот, так что нормально всё. Пойдёмте со мной в фикс прайс, посмотрим, что там нового. Игрушки там, конечно, такие одноразовые, можно сказать. То моим детям самое то, поиграли и выкинули, потому что они больше пяти минут ни во что не играют. И какие-то такие долгоиграющие игрушки, они ни к чему. Вот, пойдёмте. Фикс прайс. Пойдёмте. Первый раз сюда одна, по-моему, прихожу. Обычно сюда дети. Ой, смотрите, какая классная штука. Мелкие. Тут порисовал, тут порисовал. Что ещё тут такого интересного? А детям позвонил, говорю, я вам сегодня игрушки куплю. Он говорит, Демир говорит, и Насте тоже куплю игрушку. Я говорю, ну, конечно, Насте куплю, это что, смотрите. Растущее животное. Есть, сколько стоит, непонятно. Мне бы резинки для волос, кстати, купить. Вот, вот эти сливки я люблю. Сейчас только яркие какие-нибудь возьму. Яркие-то вот эти однорозовые. Пять штучек резинок тут. Такие мне не нравятся. У меня волосы не держат. Ух, эти вот резинки. Есть ещё маленькие, крепики всякие. Ой, может, Насте такие купить? Смотрите. Да, возьму такие тоже. Насте пока ещё. Волосы не растут почти. Сейчас много всего в школе подаётся. Давайте сразу в игрушки. Такие штуки у них уже были. Типа стрелялок. Игрушка-болтушка, огоньчики. Вот это вот им нужно купить точно. Где-то я в Дикси такую покупала. Может, купить две штучки такие. Ладно, сейчас ещё всё посмотрю. Сначала всё посмотрю, потом уже выберу точно, что мне надо. Потому что много всего хочется. Это взять, это... Много тоже не повезу. Пластилины, пазл. Так, ещё хочу, кстати, в книжный магазин сходить. А вот тут уже есть книжки. Сейчас посмотрю. Так, мыльные пузыри, какие-то мячи. Аппликации всякие. Такие, смотрите. Карандаши, раскраски. Милкий. Набор для творчества. Вот, мне кажется, тоже, что мы тоже приведем. Смотрите. Танцующая зверюшка. Может, Настя, такого купить? Давайте посмотрим. Ну, а здесь батарейки. Ладно, возьму такую, Настя. Можно куклы ей набор кукол. Пазлы есть. Вот, пазл хорошо тоже. Не знаю, что там, там сейчас ещё гляну и есть. Для творчества я им там уже купила такую парочку всего. В принципе. Не знаю. Вот эти вот штуки у нас как-то были. Классные тоже. Может, такую взять? Наверное, одну возьму. были. Вот они, кто-то у нас потерялись. Тут три штуки в наборе. Ну, как раз по одной каждому. Так, что ещё есть? Набор доктора. Вот, Настя, можно только куколку. Надувной матрас, ласты, пистолеты всякие. Ну, вот такой самолёт, я помню, тоже у нас был. Вот этот вот. Всё, я вышла из магазина. Что я себе купила? Я купила палку селфи себе. Я забыла свою в Турцию. И хожу, как это мне так неудобно держать. Телефон. И постоянно рука устает. Не могу долго идти говорить что-то. Вот, я купила здесь. Не знаю, сколько она стоит. Но что-то я всё заплатила 800 рублей. Пакетик купила. Детям ничего почти не купила. Какую-то фигню взяла. Я вспомнила, что Кирем сегодня просил у меня конструктор купить. Вот я сейчас иду в другой магазин. Я посмотрю, там какой-нибудь конструктор. Он любит такое вот собирать. Ещё хочу себе зайти сейчас тоже в книжный магазин. Хочу книжку купить. Я сто лет не читала никакие книжки, потому что у меня нет времени. А тут есть книжный магазин, и я пять часов буду лететь. За пять часов я хотя бы что-то прочитаю. Книжечку хочу купить лёгенькую. Такую прям, чтобы она быстро читалась. Типа детективы. Я раньше Донцову читала очень. Все вообще, все книжки я её прочитала. Такое. Мне очень нравилось. Вот сейчас пойду посмотреть, что-нибудь типа такого. Она легко читается, быстро и интересно. Сейчас пойду гляну, что есть. Так, вот зашла ещё в магазин игрушек. Ой, вот это вот интересная штука, кстати. Смотрите, всего 123 рубля. Ой, 129. Кирем у меня любит вот эти вот наклеечки. Я ему такую возьму. Так, ещё вот такие какие-то есть. Наклейки. 120 рублей. А, это вот такими стразиками. Мелочь, конечно, такая. Это всё будет где-то непонятно. Но зато это будет занимательно. Он такое, говорю, любит. Да, может, я две таких возьму. Кирилл Демиро тоже. Такую, может, не будет делать, но всё равно. Так, конструктор. Надо посмотреть, какой это конструктор. Здесь нет ничего такого. Для дома огородинга нету конструкторов. Жалко. Картон, гуашь, пластилин. Просто раскраски. Ну, значит, как-то без конструктора. Ну, где мне его взять? У нас особо нету тут детских магазинов каких-то такого, прям, чтобы разнообразие какое-то было. Игрушек. Это надо где-то в Москве брать. Либо надо было заказывать на Вальберисе. Или где-то на зоне. А я не знала, сколько я дней здесь буду. Поэтому не пришлось. Вот, кстати, формочки. Мне бы тарталетки подошли бы. Но это, наверное, очень большие такие. Так. Что ещё? А вот маленькие, смотрите. Вот такие, наверное, подошли бы. Форма ячейки для булочек. Ну, это прям маленькие, кстати, тарталетки. Может быть, подошли бы. Ладно. Не буду я брать. Так. Что тут ещё есть? Вот такой я хотела конструктор. И, ну, очень дорогой, конечно. Тысяча семьсот рублей. Такой есть поменьше, поменьше тысячу. Не, ну, если брать, то брать большой такой. Что ещё тут есть? Это, конечно, прикольный такой. Сейчас я посмотрю, сколько он на Вальвере или на Озоне стоит. Так. Вот у нас есть читай год. Кстати, конструктор я заказала на Озоне. Завтра уже привезут его. Так что успею забрать. Всё. Пойдёмте книжки посмотрим. Тут я буквально, кстати, Демилю брала. В том году. Так. Ну, что ещё? Донцу. Я её уже вижу издалека прям. Знаю, знаю. Конечно. Хотела тоже заказать, но доставка не скоро будет. Поэтому есть, кстати, среди моих подписчиков-любителей Донцовую почитать. 329 рублей. Я сейчас пристаю. А, Дашу Васильеву. Вот это вот я люблю, кстати. Дашу Васильеву люблю. Дашу Васильеву. Дашу Васильеву. Явла Мпироманова. Ну, так. Дашу Васильеву всё нормально. Хотя явла Мпироманова тоже. Явла. Мпироманова. Раканова есть. Вот. Раканова. Дашу Васильеву. Цена 300 рублей, кстати. На зоне дешевле. Татьяну Сергееву я не люблю. Иван Подушкин тоже так себе. Я помню, как ждала, чтобы были новые. Выходили. Возьму вот эти две. Может, какая-нибудь. Две прочитаю. Нет, Дашу Васильеву не буду брать. Вот это я возьму вот эту одну. А возьму, наверное, Виолу. Или лампу. Ой, лампу. Виолу вот. Да, лампу. И в лампу или виолу взять. Давайте ее в лампу. У нее, по-моему, что-то смешнее было. Вот эти две берут. Мне кажется, я первый раз в жизни столько много подарков детям купила. За один раз. Ну, обычно это каждый день получается, я им что-то покупаю. А тут прям вот, каждый день я такому мешочку приношу домой. По мелочи, по мелочи. Оно все, в принципе, недорого стоит. Там по 200, по 300 рублей какие-то мелочушки. Вот. Ну, все равно их просто очень много. Я люблю, когда много подарков. Я люблю, когда дети одно открыли, второе, третье. Вот. Поэтому сразу много. Я сейчас заказала на Озоне конструктор. Вот этот вот, который мы сейчас видели в кораблике. Мы. Это я и вы. Я одна, если что. Вот. Этот конструктор собирает. Потому что мы у друзей видели, мне понравился. Вот. Так что один заказала. Думаю, два одинаковых. И мне ни к чему. Магнитный такой вот, он интересный. Привезут завтра, посмотрю. И, ну, думаю, все. Я, наверное, больше им ничего не буду покупать. Если только из каких-то вкусняшек. Я им в Дьюти Фри уже конфеты купила. Ну, конфеты, это как бы так. Хотя они любят очень всякие конфетки такие. Желе я купила Керему в Глобусе. Я купила просто пакетики такие сухие. Будем так делать. Мама такая говорит. У нас и продаются в Турции тоже такие пакетики для желе. Я говорю. Ну, я ж не скажу ему, Керем, я тебе не привезла. Пойдем здесь купим. Я ему привезу, скажу. Вот, я привезла. А он мне сегодня говорит. А почему, говорит, в пакетике? Я говорю. Ну, потому что как я повезу, говорю. Готовое желе, говорю. Ну, у меня там, ой, по всему чемодану разольется. Говорю. Нет, говорю, это сделаем с тобой вместе. Говорю, будем делать. Это же тоже интересно. Сам процесс налить. В холодильник поставить. Застынет. Потом есть будет. Ой, все, короче. Все, ладно. Иду домой. Буду разбираться там с делами дальше. Увидимся с вами в следующем видео. Не забывайте ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok